По данным оперативного штаба Волгоградской области, на территории региона сохраняется непростая санитарная обстановка, связанная с распространением штамма Омикрон. Ежедневный уровень заболевших приближается к отметке в 2000 человек. Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева подчеркнула, что клиническая картина этого заболевания имеет целый ряд особенностей. Отмечается значительный рост заболеваемости среди детского населения. Доля детей в общей структуре заболевших за прошедшие недели возросла от 15% до 26%. И это касается всех возрастных групп детей. Показатель заболеваемости взрослого населения за последние 4 недели вырос в 5,8 раз. При этом в структуре заболеваемости преобладает легкая и средняя степени тяжести 95,4% соответственно. На долю тяжелой формы приходится 0,5% заболевших. Текущая эпидситуация характеризуется продолжающимся на протяжении трех недель снижением недельного показателя летальности с 8% до 1%. Тем не менее, ситуация в регионе осложняется ростом числа случаев растутных заболеваний и гриппа. Только за последнюю неделю количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло в полтора раза и составило более 50 тысяч человек. В инфекционных стационарах региона проходит лечение 3,5 тысячи пациентов, 356 из которых находятся в палатах интенсивной терапии и реанимациях. Отмечается, что 80% заболевших – это граждане, не прошедшие вакцинацию. К работе в ковидариях уже подключены медики других специальностей, студенты и ординаторы. В инфекционных стационарах работает 841 врач-специалист, 1769 среднего медицинского персонала. На врачебной должности трудоустроено 43 ординатора и 15 преподавателей образовательных учреждений. На должности среднего медперсонала трудоустроено 58 обучающих по программам среднего и высшего образования. В соответствии с решением оперативного штаба подготовлен и реализуется план развертывания 10-тысячного коечного фонда в зависимости от динамики ситуации, потребности в дополнительном развертывании коечного фонда, который предусматривает перепрофилирование стационаров с учетом необходимости лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в сочетании с соматической или хирургической патологией. Основная нагрузка легла на медицинский персонал амбулаторного звена. Часть работы уже переведена в онлайн-формат. В регионе действует единый колл-центр службы 122. Принято и реализуется решение по дополнительной поддержке медперсонала, занятого в борьбе с ковидом в амбулаторных учреждениях и в службе скорой помощи. Поликлиникам региона выделен дополнительный автотранспорт. В связи со сложившейся ситуацией глава Волгоградской области Андрей Бочаров дал профильным ведомствам целый ряд поручений. Нам необходимо продолжить работу по оказанию медицинской помощи жителям с симптомами простудных заболеваний, коронавирусной инфекции и с другими заболеваниями. В том числе расширить варианты оказания медицинской помощи жителям с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции путем применения телемедицинских технологий. Продолжить краткосрочное обучение находящихся в резерве врачей, различных специальностей ординаторов и студентов в медицинских образовательных учреждениях, старших курсов по теме оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией с учетом особенностей новых штаммов вируса. Также на совещании отмечено, что в регионе ожидается дальнейший рост заболеваемости и все ограничительные мероприятия пока остаются в силе. Продолжается в Волгоградской области и прививочная кампания. Кроме того, губернатор поручил представить предложение по созданию на территории региона постоянно действующего центра телемедицины, диагностики и сопровождения. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.